Итак, как уже было обещано, у нас в студии программ подробностей гость Наталья Епихина, представитель нашего региона в Общественной Палате Российской Федерации. Во-первых, Наталья Леонидовна, поздравляю вас с вступлением на федеральный уровень. Хотя, знаете, чем дальше от родины, чем ближе к столице, тем непонятнее и больше работы становится. Причем в которой и разобраться даже сложно. Вот скажите, вы себя как видите в этой новой системе, то есть в Общественной Палате Российской Федерации? Потому что, ну я так понимаю, опыта у вас еще такого особого на федеральном уровне работы не было. А не потеряется ли там, как говорится, человек наш из Рязани? Ну я надеюсь, что наоборот, что ближе к Москве я должна больше работать в Рязанском регионе. Да, я представляю Рязанский регион, но чтобы его представить правильно, качественно, эффективно, нужно, во-первых, здесь найти все проблемы и здесь решать эти проблемы на местах. Для этого и собирается Общественная Палата. Как сердцу приятны ваши слова. Если бы все так думали. Обычно бывает наоборот. Из регионов все, как в Москву, так здесь больше и не встречу человека. Если встретишь, он уже через полгода не узнает. А где это я есть? Что такое Рязань? А где это находится? Нет, это мой край, это моя вторая родина, первая родина моя Варнижеская область. Но я здесь прожила, наверное, больше, чем на своей малой родине. Поэтому я здесь готова. Здесь моя семья. Я работаю здесь и буду работать для Рязанского региона. Ну, отлично. Мы вам полностью доверяем, но записи никогда не удаляем, поэтому через полгода вспомним, как минимум, ваши слова. Это шутка. А теперь вот серьезно. Что вы там в первую очередь хотели бы сделать и каким образом представительствовать? Я понимаю, что вопрос очень сложный. Я бы на него, например, на вашем месте не ответил. Может быть, и вы попытаетесь. На самом деле сложный вопрос, потому что совершенно новая будет Общественная палата. Российская региона формируется в этом году вновь и совершенно по другим принципам. Но в любом случае Общественная палата – это представительство гражданского общества, некоммерческого сектора, в том числе региона. Поэтому мне в первую очередь, конечно, интересны социальные вопросы. Да, их очень много. И много нужно обсуждать и вносить какие-то предложения по изменению ситуации, потому что законов создано много, но главное, чтобы они исполнялись на местах. И как раз тут должны не только чиновники отвечать за этот вопрос, но и все гражданское общество, в том числе и мы, некоммерческие организации. Так как я работаю с детьми и с пожилыми людьми, конечно, вопросы у меня многие касаются и детства, и образования, и социальной защиты, и продление активного долголетия пожилых людей, ну, естественно, здравоохранение, как можно сказать, не сказать про экологию. Мы все в этом живем. Прямая зависимость от здоровья и экологической обстановки. Конечно. Опять же, мы живем в многонациональном обществе, то же самое, как бы это тоже не может волновать. Даже здесь, рассматривая какие-то вопросы в Общественной палате Рязанского региона, мы касаемся, тема стоит одна, но она затрагивает очень много тем, поэтому мы в курсе. И я думаю, что моя задача как раз и будет слушать всех и какие-то задачи решать как раз во всех, например, трудно, тяжело, очень неответственно. Но надеюсь, что я с этим справлюсь. Да, тем более, что вот ситуацию у нас действительно, какой вопрос не возьмем, это как пальцем дотронуться до воды, пойдут круги сразу. И в сторону социальной, и в сторону многонациональности нашего государства и так далее, и так далее. Вот вы чуть-чуть меня опередили, я хотел подойти к вам, как говорится, с другого направления, представить вас еще зрителям. Как? Член Общественной палаты Рязанской области недавно, теперь федеральный уровень, директор Рязанского геронтологического центра имени Мальшина и президент благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Наши дети». То есть вот они, ваши, наверное, направления, которые вам известны, которые вы, наверное, лучше всех здесь знаете, и которые там вот на федеральном уровне будете отстаивать и защищать. Если я правильно вас понимаю, то должно быть именно так. Так, ну вот давайте все-таки хотелось бы остановиться на вашей работе в фонде сейчас. Не бросите ли вы, не вынуждены ли будете оставить эту работу? Потому что, ну, все-таки в Общественной палате там тоже работы-то много, хватает за всю область отвечать. Ну, вы знаете, ни в коем случае. Потому что, ну, 10 лет фонда исполнилось в том году, и были очень тяжелые времена, и хотелось бросить, и когда руки опускались. Ну, сейчас, когда такие возможности, я думаю, что и защиту детей, в том числе детей с инвалидностью, я думаю, что ни в коем случае нельзя бросать. Ну, и знаете, у меня очень хорошие коллективы подобрались, мои соратники, мои коллеги, которые всей душой болеют за наше дело. И я думаю, что они мои, как бы, первые помощники в этом. Ну, вам приходилось вот с этим фондом, насколько я помню сейчас, буквально выкарабкиваться на первых порах особенно, потому что, ну, трудно было, и непонятно, как, что делать, и вообще сложная работа эмоционально, она очень сложна, да. И сейчас, вот когда десятилетие отмечено, да, и вроде бы все налажено, на рельсы поставлено огромными усилиями, бросать все это дело, ну, оставлять это дело было бы очень обидно, да. Ну, это дело, не знаю, наверное, громкие слова, но это моя жизнь, мой фонд, это моя жизнь, это мои дети. Ну, я не могу подвести никого. То есть мы столько сил приложили, чтобы создать центр эмоциональный, да. Ну, вы сами помните, да, вы тоже, ваш канал тоже помогал нам искать средства, да, на создание этого центра. Очень много программ созданных фестивалей у нас работает, сейчас работает школа особых родителей, работает Добрый старт, очень много людей, которые мне поверили, которые оказывают помощь, потому что, ну, мы Рязанский фонд, то есть Рязанского региона, мы никакой не московский фонд, у нас нет никаких дополнительных больших вливаний. Да, мы пишем гранты, мы их выигрываем, мы работаем, нам помогают и властные структуры в виде нашей работы, нам помогает и бизнес, родители многие нам верят, с нами работаем, мы работаем со всеми детьми. Как это можно оставить? Я этого не представляю. Ну, знаете, от сердца отлегло, потому что мы тоже участвовали информационно в поддержке фонда. Очень хорошо, что все вот так вот у вас параллельно сложится. Спасибо вам за помощь большая, на самом деле информационная помощь, она тоже очень важна. Вам огромное спасибо за вашу работу. Сейчас, если можно, вот о делах фонда, давайте на них остановимся, у вас существуют новые проекты, если да, то вкратце о них расскажите, пожалуйста. Ну да, в том году мы открыли два новых проекта, два новых направления. Это школа особых родителей, мы получили грант на нее, Институт проблем гражданского общества, это президентский грант. Здесь мы, вы знаете, вот работая 10 лет с родителями, никогда не думала, что все равно остаются проблемы информационные и психологические проблемы, и юридические проблемы. И столкнулась с тем, что родители на самом деле не знают элементарных иногда вещей, ну, я имею в виду законодательные, да, каких-то льгот, прав своих. И из-за этого страдают в первую очередь дети, потому что они недополучают какой-то помощи определенной, в том числе и социальной. Поэтому мы решили открыть эту школу особых родителей, мы ездим по региону, по всему, два раза в месяц мы выезжаем в районы. Вот в 28-м мы едем в Клепике, там встречаемся с родителями. Пока работают юристы-психологи с родителями, мы занимаемся с детьми, то есть это какую-то развлекательную программу, мы выезжаем, чтобы, то, что многие родители не могут прийти без детей, не с кем оставить. Проводим круглые столы, встречи с министрами, с представителями власти, с бизнесом, с православными священниками. У нас в Попеческом совете Владыка Дионисий, который окормляет наш фонд и очень такую большую помощь нам оказывает. Ну что ж, большое спасибо вам. И я, знаете, как в свою очередь, подводя итог, скажу так, что люди помогают вам, а вы со своей стороны, может быть, волей-неволей, помогаете этим людям, потому что они тоже раскрываются, те люди, которые приходят к вам, те же волонтеры, да, они тоже по-новому смотрят на мир, получают какие-то новые системы взглядов, добро, человечность, любовь к отцам, к отцам, то, чего нам так сильно не хватает. Ну, надеюсь, я думаю, что люди сами к этому тянутся, сами к этому приходят. Да, и находят, и находят. Ну все, большое вам спасибо. Желаем вам больших успехов в работе в Общественной Палате Российской Федерации. Еще раз напомню, куда вы избраны. И очень хорошо, что вы сразу же определили статус свой. Никогда не забуду, резать, всегда здесь осталось. И буду работать в фонде помощи детям-инвалидам. Наши дети, это я для зрителей еще напоминаю. И в герметологическом центре имени Малышева. Огромных вам успехов. И, естественно, всегда ждем в нашей студии, потому что вам сказать есть всегда, что работа у вас кипит. Большое спасибо. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробностей». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова